На этой неделе в разных федеральных средствах массовой информации говорили о случаях заражения свиным гриппом и даже о летальных исходах. Как обстоят дела в Красноярском крае, есть ли у нас случай заражения и грозит ли нашему региону эпидемия. Давайте разбираться. Болезнь протекает тяжело, первые симптомы возникают быстро, спустя 12-15 часов после заражения. Недук валит больного буквально с ног. По данным Минздрава страны, в этот раз свиной грипп пришел с Украины. В России есть уже и случаи смерти. Впервые грипп штамма АН1Н1-09 был выявлен в 2009 году. Теперь он сезонный, но не менее опасный. Эпидемия началась уже в 13 регионах страны. Заболевание протекает гораздо тяжелее, вплоть до того, что с двусторонними гриппозными пневмониями по 10 дней в реанимации на искусственной вентиляции легких находится. Когда человек заболевает и заболевание проходит сразу в тяжелой форме с интоксикацией, это рвота, диарея, может быть сильные головные боли, высокая температура сразу, подъем выше 39 градусов, то рекомендуется сразу обращаться к медицинским работникам. Помимо основных симптомов, насторожить должны затрудненное дыхание и одышка. Медлить нельзя. Болезнь протекает стремительно и этим опасно. Ослаждения наступают на второй-третий день после заражения. По статистике Роспотребнадзора в 2009-м в нашей стране от него погибло почти 20 тысяч человек. Тяжелое течение и способность вируса поражать людей ослабленных, людей с сопутствующими заболеваниями и группы риска тогда были определены. Это люди с диабетом, это беременные женщины, это люди с ожирением, вот эти и это маленькие дети. Группы риска, которые подвержены очень быстрому развитию осложнений, очень быстрому развитию пневмонии, из которых человека не всегда можно вывести. Как нам рассказали в Краевом управлении Роспотребнадзора, на территории нашего региона случаев заражения тем самым пандемическим свиным гриппом пока не зарегистрировано. И в этом, как говорят специалисты, заслуга стильных морозов. Хотя эксперты отмечают, в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крае начала расти. У нас есть еженедельные пороги рассчитанные, то есть уровни заболеваемости для каждой недели. И на сегодняшний день у нас эти уровни не превышены. Заболеваемость рассчитывается в зависимости от числа обратившихся, поэтому по количеству обратившихся мы будем прогнозировать нашу ситуацию. Но мы по прогнозу ожидаем подъем заболеваемости на пятой, шестой неделях этого года. Лучшее, что можно было сделать, это привиться прошлой осенью, но сейчас прививку ставить нецелесообразно. Иммунитет вырабатывается 2-3 недели. Поэтому врачи советуют укреплять иммунитет и не пренебрегать элементарными правилами гигиены. Избегать людных мест, чаще муть руки с мылом и обязательно проветривать помещение 2-3 раза в день по 15 минут. Мы готовы на сегодня нашей территории к встрече с этим гриппом. У нас достаточное количество лекарственных препаратов, именно противовирусных, которые мы сегодня используем для лечения данного заболевания. С целью профилактики сегодня есть достаточная прослойка иммунизированных людей против гриппа. И в состав прививки как раз входил и штамм пандемического варианта. Поэтому будем надеяться на то, что все будет благополучно, как и в 2009 году в нашем крае. Также медики советуют перед выходом на улицу смазывать слезистые носа оксалиновой мазью, носить марлевую повязку, а для активизации иммунной системы употреблять кисломолочные продукты, цитрусовые и натуральные белки. Дина Володина, Павел Кутылицын. Новости. Новости.